what's up guys ребята с вами я и вы на канале ваш док сегодня я вам ребят покажу как можно настроить вашу самую стрёмную веб-камеру у меня вебка стоит полторы тысячи рублей покупал ее в 2013 году я вам сейчас покажу как можно настроить эту веб-камеру и в принципе получить довольно-таки офигенный результат всего лишь там вот если у вас есть говно камера до вебка там рублей там за тысячу мы сможем спокойно ее настроить и так ребята сейчас покажу что мы получим и вот ребят что мы получим в принципе за полторы тысячи рублей мы вытягиваем из этой камеры ну из этой вебки довольно таки мощная на самом деле для вебок очень важен ребят свет если нет свет света то все труба любая камера ваша хоть за тысячи там под долларов я не знаю там без разницы если нет света все хана весь секрет в этом ну что же давайте сейчас попробуем покажу как я ее настраивал и возможно ты настроишь свою веб-камеру четко так ну что ж если ты готов вкусить все знания тогда поехали и так смотри что мы будем сначала делать сначала давай сразу же определимся с тем где у тебя свет что у тебя вообще за свет вот смотри тебе обязательно нужен какой-нибудь свет чтобы светил в тебя например это может быть недорогой лет свет он обязательно нужен чтобы светил прямо в тебя то есть именно в лицо и немножко можно сделать по бокам вот это очень важно также здесь я еще сделал на эту камеру даже хромакей поставил вы представляете смотрите я отключил я настроил даже хромак это очень сложно было сделать ну потому что блин качество короче камера уже не позволяет это делать если у тебя есть эти сотбоксы либо кольца которые позволяют ну ставить свету вообще замечательно и так смотри в общем определились со светом обязательно без света у тебя короче ничего не получится после этого мы идем в свойства к самой веб-камеры и заходим в настройки что мы здесь можем сделать вот в этих настройках и так что мы здесь можем вообще сделать сначала у нас и здесь важный параметр так давайте я сброшу полностью настройки с камеры до чтобы было чуть мне кажется будет намного четче и так смотрите я сбросил сейчас полностью все настройки и выключил везде абсолютно свет единственный свет это у меня лично здесь споты но у меня натяжной потолок и офигенно светит споты все равно хорошо что здесь свет падает у меня мягко и равномерно то есть это тоже очень важно да видим что все таки все равно я включил на потолоке свет и более-менее все равно что-то ну как бы более-менее а потому что многие люди начинают стримить они покупают веб-ку вешать ее на на свой монитор и свет по факту только у них с монитор или там еще где-нибудь лампчик какая то есть это мало это не работает там будет любой камер говно так короче со светом определились переходим непосредственно к настройке уже самой камеры и так мы открыли свойства и смотрите здесь есть сразу же вот такие параметры всякие яркость контрастность по умолчанию если у вас не очень хороших такое освещение сама веб-камера она неправильно работает она может вообще не ловить автофокус это у вас есть да и она берет неправильные оттенки то есть например если я сейчас поставлю так если по умолчанию например если я буду выставлять баланс белого так где у нас тут так вот баланс белого на автомате то видно что он выбирает разный диапазон цветов и постоянно прыгать то розовый какой-то красный то есть это вот ну нестабильность для того что вот так она работает то есть она не успевает обрабатывать потому что я динамичный я же двигаюсь вот и естественно есть сложно понять что происходит да куча сама веб-камера 2013 года сами понимаете мы же сейчас говорим про программу вебку и теперь я просто снимаю эту галочку и вижу что теперь диапазон как раз таки такой который мне принципе устраивает мне нравится когда вот такие освещения дальше я могу также поработать с ним и поискать что для меня оптимальный то есть вот этот ползуночек я могу покрутить могу уйти в желтизну могу уйти в синеву но мне нравится вот обычно в синеву также можно вот оставить такой окей давайте я ставлю все-таки как было да у меня так хорошо теперь дальше сразу же переходим в главный пункт вот в этот это у нас идет я не знаю вам плохо видать потому что это окошко мне не увеличивается и так окей едем дальше мы переходим здесь в самый главный момент это выдержка к ну вы просто не понимаете да кто не разбирается в камерах выдержка это очень важная вещь и даже при плохом освещении можно выставить ее так и будет более-менее четко и нормально итак смотрите я снимаю галочку и теперь вижу у меня пол но появляется вот это вот выдержка падай дарут от смаз и то есть все становится не как-то не так теперь я могу регулировать вот эту выдержку и видим что я начинаю двигаться по-другому то есть лучше добавляю и и вижу что здесь происходит также здесь есть очень важная функция компенсация низко освещенности то есть если мы уберем галочку и поставим авто выдержку то видите мы начинаем двигаться словно у нас кому-то 60 fps то есть это тоже очень важная вещь если у вас вообще жопа с освещением тоже можете попробовать я пока его пост но поставь то есть я ее как она мне было так по умолчанию вот так поставлю в кейс что я делаю с выдержкой я снимаю галочку для того чтобы сделать ее на постам на постоянной основе так как у меня свет не будет меняться помещение это днем если я буду сидеть у меня будет допустим за окном на газный свет и так далее тогда да тут нужно будет по-другому сидел так как я сижу сейчас у меня здесь помещение я выставлю так как мне надо я вижу так единство что я сейчас делаю это и открою дополнительно окно чтобы мне было чуть чуть попроще работать было видно что я делаю и так окей переходим дальше усилину то есть в другую вкладочку и здесь теперь какие у нас параметры очень важны так у нас здесь яркость очень важно и контрастность то есть мы сейчас настраиваем у меня еще не полностью свет включен я сейчас включу полностью свет вы увидите разницу так пока я ставлю так и теперь смотрите я буду постепенно включать с одно освещение потом второе так включая первое и так я включил первое освещение понятно дело у меня идут пересветные так как у меня выдержка стоит вручную и теперь я хочу сразу же еще последний свой источник и так видим что мне все источники освещения включены у вас они могут раз вообще быть разными меня именно вот такие и теперь естественно что мы делаем теперь мы уже настраиваем смотрим по выдержке как будет убираем ее вот видите сейчас освещение попадает и мы зажимаем сейчас камеру выдержку и видим что она начинает проявлять свое качество то есть более-менее мы видим что она стала заглажена и чем меньше мы ее то есть чем больше мы дожимаем чем чем лучше становится и так отлично теперь давайте пойдем сюда в яркость и здесь немножко будем уже во контрастность видите все да начинает работать контрастность дальше оттенок ну с антенком тут очень все сложно так что лучше с ним не играться так окей еще раз виду по яркости немножко смотрю здесь в любой момент можно все поставить как вам надо так какие контрастность я ставлю так ребят смотрите можете оставить ну то есть смотреть мои настройки то есть ну как бы я не знаю у каждого будет своя настройка новые должны ну понимать да в чем смысл что есть как бы имею до понятия что как работает после того когда вы здесь все выкрутили все сделали именно ну вроде бы все больше не что не ну как в общем кому-то больше ничего нельзя сделать да мы переходим сразу же вот сюда так нажимаем ok и переходим в свойства так фильтра здесь добавляем коррекцию цвета так вот она да у меня уже на добавлено вот и здесь вот смотрите еще я добавляю вот немножко где если у меня в этой в официальной в официальных настройках камеры как тот все уперлась за во что-то то есть больше не что не получается когда я еще иду сюда и здесь дополнительно могу подкорректировать что ты что-то подделать и тем самым мы получаем вот такой конечно уже результат то есть как бы и здесь здесь компенсации низкой освещенности уже не работает за того что мы сделали вручную выдержку мы можем поставить конечно и такую выдержку и посмотреть как это будет тоже принципе неплохо но мне не нравится потому что она начинает именно вот прыгать и в общем мне это не устраивает и так ребят ну в принципе я думал такой результат но более-менее чем для веб-камеры который стоит там копейки да то есть как бы и конечно же смотрите смотрим сейчас что и не забываем о том что в принципе если вы ее стримить и вну чисто как там поиграть или на стриме вы сами понимаете что ее можно убавить а чем больше мы убавляем тем больше качества мы получаем естественно правильно правильно так что я не думаю что вам придется ее там на весь экран как чтобы она была там вот так так далее об этом тоже думайте что можно и убавить и все и принципе если говорю о том что можно можно но использовать дешевенькую веб-камеру там как почему бы нет пока нет денег на новое вот вроде бы все настройки я рассказал что можно сделать больше я принципе здесь уже я думаю ничего нельзя сделать накидывать смысла ничего больше нет сугубо просто под себя настраивайте ну вот принцип поняли да что нужно крутить вертеть и прекрасно понимать что да как и так ребят что же с вами был я ваш док подписывайтесь на канал ставьте лайкусики и конечно же кстати да важная новость кто досмотрел до конца что-то я хотел сказать я наверно буду сделать стримы где я буду возможно рассматривать ваши каналы делать аудит бесплатно там стримах возможно даже будет конкурсы про графику кому-то буду делать но дизайн там если там выиграть в конкурсе и так далее вот и ждите в общем-то видосов скоро про youtube будет опять выходить скоро буду рассказывать все больше и больше так что подпишись если не подписался то ты много пропустишь окей удачи всем спасибо